ПЕСНЯ Здравствуйте, мальчики и девочки! Здравствуйте, мои хорошие! Знаете, какой вопрос очень любят задавать детям взрослые? А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? И получают на этот вопрос самые разные ответы. То вы хотите стать водителем, то капитаном корабля, то артистом. Вспомните-ка, ребята, как эти настроения и детские мечты у вас быстро меняются. Сегодня хочется одного, завтра совсем другого. А я хочу вам рассказать про человека, который в самом раннем детстве выбрал путь служения Господу и не изменил своему выбору. И Господь дал твердость и крепость следовать по этому пути. Я говорю о епископе Белгородском и Асафе. Память которого завтра празднует православная церковь. На Украине, в небольшом городке Полтавской губернии, в сентябре, на праздник Рождества Богородицы, в одной дворянской семье родился мальчик, которому при крещении дали имя Иоаким. Если вы помните, так звали отца Пресвятой Девы. Родители воспитывали сына в вере и благочестии. И, конечно, надеялись, что он станет наследником их богатых дворянских поместий. Иоаким от рождения не обладал телесной крепостью. Часто болел, но зато в нем проявилась удивительная крепость духовная. В семь лет его отдали учиться в Киевскую духовную академию. И в нем стало пробуждаться стремление к монашеской жизни. Но это не было сиюминутным детским желанием, которое меняется в зависимости от настроения. С каждым годом это решение все крепло и крепло. Но уже тогда, в детстве, будущий святитель Иосаф хорошо понимал, что само по себе ничего не придет. И чтобы мечта о монашестве исполнилась, немало ему пришлось потрудиться. Каждый день он строго выполнял молитвенное правило. Соблюдал все посты, читал духовные книги и старался жить по заповедям Божьим. Подростком Иоаким часто посещал Печерскую лавру и беседовал с иноками. А в 18 лет он решил испытать себя и удалился в монастырь. Стал послушником. И обитель выбрал для себя особо строгой жизни – Киевский Межигорский монастырь. И стал проводить по-настоящему подвижническую жизнь. Иоаким не вкушал вареную пищу и довольствовался самой скудной суровой трапезой. Часто уединялся он в отдаленной пещере и молился там. Так продолжалось несколько лет. Желание посвятить всю свою жизнь Богу оставалось юноше непоколебимым. Ни будущее богатое наследство, ни спокойная жизнь, которую это наследство сулило, не могли сбить его с намеченного пути. И вот, наконец, монашеский постриг. Послушник Иоаким становится монахом Иоасафом. Исполнилось его заветное желание, которому не изменил он в течение долгих лет. Такое упорство и твердость в молодом человеке, конечно, удивительны. Но с помощью Божией человеку все возможно. И вся дальнейшая жизнь Инока Иоасафа складывалась по воле Божией. Ступенька за ступенькой вел Господь своего избранника. Служба в Кафедральном соборе. Игуменство в Преоворженском монастыре. По прямому указанию императрицы Елизаветы Петровны, он назначается наместником Троицы Сергиевой Лавры. К концу жизни Господь призвал святого Иоасафа к архипастерскому служению. Он стал епископом Белгородской епархии. Но где бы ни был святой Иоасаф, чем бы ему ни приходилось заниматься, всюду твердо исполнял он монашеские обеты. И верность Богу пронес через всю свою жизнь. Вот таким удивительным человеком, непоколебимо твердым и в вере, и в своих намерениях, был святой Иоасаф Белгородский. Добрый пример для всех нас, не правда ли? И Господь, конечно же, прославил своего верного служителя. В 1911 году, по настоянию государя, императора Николая Александровича, он был причислен к лику святых. И сколько исцелений, сколько чудес явилось тогда. Свидетельства об этих удивительных событиях во множестве сохранились до ныне. Счастливы мы, что имеем такого молитвенника. Ну а теперь я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До свидания, мои хорошие. Храни вас Господь молитвами святого Иоасафа, епископа Белгородского, чью память мы завтра совершаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова